На один день районная библиотека стала местом, где можно было не только взять книги с собой или почитать их в читательском зале. Здесь расположились различные интерактивные площадки. Библия Ночь – социально-культурную акцию, которая в апреле проходит по всей стране, в нашей библиотеке провели с размахом. И посвятили Году экологии. Эко, Лого, Ночь и Я – всё говорила о природе и бережном отношении к ней. Жители нашего города узнают библиотеку с совершенно других сторон, что это не только место выдачи книг. Это очень серьёзный центр интеллектуального досуга. Именно таким спросом библиотека начинает пользоваться. А от сегодняшней Библии Ночи мы ждём, что опять очередной раз все, кто придёт сегодня, наши посетители прикоснутся душой к прекрасному, к природе. Мусорный ликбез, где гостей просвещали на тему экологии и раздельного сбора мусора. Литературная гостиная, в гостях учётушки-совушки, чайная церемония, просмотр мультфильмов, выставка фотографий животных, квест, контактный зоопарк. Занятия по душе могли найти посетители библиотеки разных возрастов. Дети очень заинтересованы, им всё это очень интересно. Они неподдельный восторг на лицах. Мне очень весело, потому что здесь играют, веселятся и можно узнать много нового. А некоторые ребята, в основном девочки, заинтересовались мастер-классом по квилингу, бумагокручению. Из разноцветных полосок участники мастер-класса создавали красивые и необычные вещи. Этот вид техники работы, он развивает у маленьких детей мелкую моторику, развивает, помогает видеть красивые. То есть из бумаги можно сделать красивые, замечательные вещи. Мы делаем магнит-цветок, вот одна девочка у нас делает открытку, то есть тоже с цветами. Мы пока так, как девочки, мы делаем цветы. Весенние, весна, цветы. Ксения Гавриленко в библиотеку ходит регулярно и квилингом занимается давно. Правда, не так часто, как хотелось бы, ведь пока этот мастер-класс здесь не постоянный. Ей было приятно, что во время библионочи можно было попрактиковаться в любимом занятии. Можно придумать свои глазик или еще что-то сделать. Можешь фантазию прибавить, что ты можешь сделать такое. Можешь открытку сделать, можешь магнитик или еще какую-нибудь аппликацию сделать. Тебе очень нравится? Да. Библионочь в межпоселенческой библиотеке проходит в шестой раз и всегда пользуется большой популярностью. Минувшую посетили десятки человек и увидели учреждение с другой стороны. Мероприятие продлилось до позднего вечера. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова